Как забить на мнение окружающих, когда вас критикуют, когда высказывают в отношении вас негатив или высказывают какой-то хейт? Стоит ли это делать? Давайте поговорим сегодня об этом. В этом видео я вам расскажу о правильном отношении к критике, хейту, негативу и так далее. И более того, я вам расскажу лайфхаки, как извлекать из этого пользу. А в тех случаях, когда извлечь пользу невозможно, как научиться игнорировать такое негативное мнение, критику или хейт. Полностью забивать на мнение окружающих, конечно же, не надо, потому что мы должны четко понимать, что это обратная связь от реальности. И она является мощным источником развития и улучшения нас. Поэтому во всем этом потоке негатива, хейта, критики, недоброжелательности, мы должны уметь четко отделять полезное от неполезного. Я вас сегодня научу пользоваться этим мощным каналом обратной связи для своего же блага. Я вам дам сегодня три основных принципа или правильного отношения к мнению окружающих. Первое. Поделите все мнения окружающих или весь хейт, или комментарии негативные, которые у вас пишут под видео или где бы то ни было под вашим постом. Поделите на полезные и вредные, независимо от их тона. К сожалению, мы, когда читаем такие комментарии, мы ориентируемся прежде всего на том, а ориентироваться надо на полезность или вредность. Или еще по-другому говорят, на конструктивную критику и неконструктивную. Что подразумевается под этими терминами? Конструктивная – это подразумевается, что из нее можно извлечь какую-то пользу и улучшить свое поведение. Неконструктивная критика – это когда просто хает. Хает и ругает вас. Поэтому любые мнения под вашим постом, неважно, под вашим интервью или где бы то ни было, даже если вам говорят ваши коллеги в офисе, просто поделите на полезные и вредные. При этом постарайтесь не обращать внимания на сам тон. Полезную обратную связь, критику, хейт полезный, либо комментарий выпишите в отдельный список для дальнейшего внедрения и улучшения в своей жизни. Или я часто ищу такой негативный отзыв, пишу у себя в список к размышлению. Бывают такие вещи, которые я понимаю, что та сторона, возможно, права и, возможно, я не прав, но мне надо над этим поразмыслить, как мне изменить свое поведение. И поэтому я в блокноте, у меня есть список, называется «К размышлению», я записываю туда. Поэтому научитесь не обращать внимания на тон, а делить по принципу полезное, не полезное, а полезное вы пишите в отдельный список, над которым дальше надо будет работать. Не полезные пока отложите в сторону, и я вам расскажу, как работать с ними. Тот список, когда вы взяли весь этот негатив, хейт, комментарии и так далее, выбрали оттуда полезное, выписали в этот список, вы берете все остальное и просто игнорируете. И тут возникает вопрос, ага, легко сказать «игнорируете», а как это сделать? И вот тут я вам дам еще новые три лайфхака. Теперь, как игнорировать мнение окружающих. И именно это тот случай, про который я вначале говорил в начале нашего видео, как забить на мнение этих окружающих. Первое. Вы должны понять одну важную вещь, что у всех полно своих проблем. Вот вгляните на себя, просто проанализируйте свой день. Сколько времени в течение дня вы посвящаете тому, чтобы думать о других людях или об их проблемах? Вот сколько времени? Вот реально. Посмотрите правде в глаза. Ведь на самом деле в течение дня вы особо и не думаете о других людях. В течение дня у вас своих проблем хватает. Что у вас мало проблем, над которыми надо думать? Что у вас мало проблем, которыми надо заниматься? Да нет такого. Вы просто, когда смотрите какого-то блогера, например, если, например, вы сами написали какой-то хейт, вы просто посмотрели, сразу у вас какая-то появилась реакция, вы сразу написали это в комментарии и забыли. Вы должны четко понимать, что у всех людей полно своих проблем и им точно не до вас. Поэтому не переживайте. Это первый способ, как игнорировать чужое негативное мнение. Второй способ. Имейте в виду, те люди, которые осуждают вас, они больше и зачастую осуждают себя. И их комментарии, даже если они написали вам какие-то злые комментарии, они больше направлены на самих себя. То есть они смотрят как в зеркало. Они видят себя и свои недостатки в зеркале и высказывают свою ненависть и негодование именно к тем качествам, которые есть у них самих. Поэтому не воспринимайте все на свой счет. Например, если во мне есть условно ненависть, нелюбовь, негатив к лени, то когда я вижу проявление лени, я обязательно напишу комментарий и скажу, вот ты ленивая, там какое-нибудь обидное слово напишу. Но это не значит, я имею в виду этого человека. Я имею в виду, что я ненавижу лень, которая проявляется в нем, но ненавижу-то я свою лень. И поэтому этот негатив больше направлен на лень, нежели на этого человека. Поэтому имейте в виду, что когда люди осуждают вас, то зачастую они осуждают не вас, а те качества, которые они в вас увидели как в зеркале и которые не нравятся им самим. Третье. Всегда помните, что обсуждают и осуждают всегда те люди, которые находятся ниже вас. Потому что те люди, которые круче вас, которые успешны вас, им точно не до вас. Смотрите такую вещь. Те люди, к мнению которых стоило бы прислушиваться, те люди, мнение которых стоило бы ценить, им просто не до вас. Они не будут хейт писать вам. Поэтому всегда держите в голове, что все, кто пишет вам хейт, негодование, критику и так далее, это, как правило, люди ниже вас. А те, кто круче вас, им не до вас. В таком случае, стоит ли прислушиваться к мнению людей и переживать по поводу мнения тех людей, мнений которых вы не цените и которые ниже вас? Когда мне задают вопрос, а как же относиться к мнению близких людей, друзей, родственников и так далее, когда они высказывают это мнение негативное? Но эти правила, которые я здесь сказал, они применимы тоже. То есть, очень часто бывает так, что у человека плохой день и у него плохое настроение и свои проблемы, и он просто это изливает на других. Поэтому, когда вам говорят что-то негативное, первое, посмотрите, реально, есть ли в этом польза, действительно ли она конструктивная? Если есть в этом польза, то постарайтесь не обращать внимания на тон, а поблагодарить этого человека. Когда вы поблагодарите этого человека и покажете, что вы приняли, этот человек не будет настаивать дальше. Второй момент. Бывает такая ситуация, что человек негативно что-то говорит, и вы не можете понять, это полезно или не полезно. В таком случае, хороший лайфхак, задайте прямо вопрос ему, что ты предлагаешь мне сделать? Или что ты хочешь, чтобы я сделал? Очень часто бывает так, что если человек высказывает неконструктивную критику, то он не может предложить план, что он на самом деле сам не может сформулировать, что он хочет от тебя. У него просто идет злость или просто негатив. Тогда вам легче игнорируют, и вы понимаете, что это значит, либо у него там свои проблемы, настроение плохое и так далее. Просто отстранитесь и так далее. А если он тебе конкретно говорит, что делать, или что он хотел бы, чтобы ты сделал, тогда уже вы можете задавать уточняющие вопросы и извлекать пользу из негативной обратной связи. И очень важно помнить такую вещь, что для того, чтобы решить любую проблему, очень важно соблюдать два правила. Первое – глядеть на проблему, второе – не отводить взгляд. Очень часто, когда незнакомый человек высказывает какой-то негатив, достаточно просто взглянуть ему в глаза, показать, что вы поняли, или даже просто прямо спросить его, что ты хочешь от меня, или что ты хочешь. И этого вполне достаточно, чтобы остановить его агрессию. А вообще, в целом, если вам интересна эта тема, и вы хотите больше узнать об этом, переходите на мой телеграм-канал, ссылку я оставляю внизу, там мы можем говорить и рассуждать об этом более подробно. Поэтому не переживайте, я вам дал три способа, как относиться к негативному мнению окружающих и как игнорировать их. Поэтому двигайтесь вперед, собаки лают, караван идет. Желаю вам удачи.